И всем привет, призраки! С вами, как всегда, я Гост, и мы продолжаем эксперимент машины против героев в игре Тирдаун. И сегодня мы с вами посмотрим, насколько крепкий Железный Человек, и получится ли вот у этих машин его уничтожить. Как всегда, ребята, мы с вами будем брать любую из понравившихся нам машин, разгоняться и вот через эту рампу врезаться в нашего героя, то есть сегодня в Железного Человека. И под Железным Человеком находится вот такое огромное количество бомб, которые затонируют в случае, если мы их дотронемся на машине. В общем, как всегда, ребята, будет очень интересно, усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, наливайте чаёк, кофе, колу, всё, что вы любите, и приступайте к просмотру. Я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, приятного просмотра, конечно же. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайкосик и напишите какой-нибудь крутой комментарий. Кстати, да, призрак, комментарии ваши я лайкаю, поэтому обязательно не забудьте его написать, чтобы я поставил тебе лайкосик. Ну что ж, давайте будем уже с вами приступать и с какой бы машины нам начать. Я хочу взять что-нибудь, что я не брал ещё ни разу, вот, например, что-нибудь такое, что это вообще за тачка такая? Офигеть, она быстрая, блин. Этот турбоускоритель, ребята, который я поставил, он все тачки разгоняет очень сильно. И даже обычный грузоподъёмник, он разгоняет до скорости, мне кажется, около 100 км в час. В общем, сейчас, ребята, мы с вами попробуем врезаться в Железного Человека. Первая машина. Ну что ж, берём разгон и... Ой, что это было? Ой, я не специально, ребята, я что-то вылетел из неё. Да стой ты! Всё, поехали! Чё сразу бонус получился? Оу, нифига себе! Мы просто сразу же пробиваем Железного Человека. А я подумал, что мы выживем после этого столкновения, потому что мы не взрывались сразу же. Но нет, ребята, мы с вами взрываемся и падаем, короче, вниз. Тачка разбивается, всё, Железный Человек вот так вот сильно пробит. Я, кстати, не думал, что он так сильно развалится после обычного столкновения с маленькой машинкой. Но, как мы видим, моделька у него достаточно хрупкая. Поэтому давайте сразу же возьмём какую-нибудь следующую тачку. Не будем сразу же крутое брать, ребята, чтобы протестировать вообще, как он справится с такими обычными машинами. Ну что ж, ребята, рассказывайте нам, кстати, в комментариях, как у вас дела, что нового происходит, чем занимаетесь. Просто мы с вами в последнее время не можем так часто пообщаться. Просто тогда на роликах не могу вам такие вопросы задать, потому что стало очень много сериальных именно видосов выходить. Поэтому удар! Нет, точнее, поэтому пишите сейчас, ребята, вот на таком видосике, где мы с вами немножко пофанимся. Отдохнём в Тирдауне, чтобы я почитал вообще, узнал, как у вас там делишки, вот. Как у вас там на учёбе дела тоже пишите, не забывайте. Железный человек уже сломан просто наполовину. Мы практически снесли ему торс. Жесть, вот эту штуку хочется взять вот такую-то и выбить. Ха-ха, сейчас мы это сами и сделаем, короче. Я думаю, вопрос свалится сразу же на землю. Чё, блять, а чё не трактор-то? Давайте трактор попробуем. Только надо прицелиться хорошо и влевую часть ударить. А это будет сделать крайне-крайне непросто. Так, сдаём назад. Кстати, дружище, ты не цывай там на мой Телеграм подписываться, да. Я хоть и говорю, что с призраками толком не общаюсь на роликах, потому что все ролики практически сериальные, да, и там даже негде пообщаться. Но вот в Телеграме я со всеми общаюсь, поэтому обязательно подписывайся и узнавай, как там дела у меня. Я буду знать, как дела у тебя. Короче, будет очень круто! Удар! И чё это? Ам... Я его сломал, да! Ес, всё падает вниз! Лети, давай, Железный Человек, взрыв, удар, всё, бабах. И чё, всё ему ГГ, да? Ам, да, по-моему, ГГ, Железный Человек. Так, у него тут только вот рука осталась с двигателем, да? Да, получи, всё, его тоже сломали. Осталось всего две ноги. В общем, ребята, самая крепкая часть Железного Человека. Просто мы в неё ни разу не ударились. Вот чё-то правый немножко поломали. Но в целом три тачки выдержал этот персонаж. Хорошо, тогда интересно, что же будет, если мы возьмём машину потяжелее? Например, вот такой вот снегоуборщик. Давайте прокатимся на нём. Он тоже очень сильно разгоняется. Ещё у него есть ковш, который мы, может, вообще снесём нафиг Железного Человека. Я не знаю, ребята, как будет. Потому что все машины здесь непредсказуемы. Вот только танк. Можно предугадать, что он всех героев снесёт, кто бы там не стоял спереди. Итак, разгоняемся. И удар в атак вот. Ааа, ватафак. Он что, падает, что ли? Не говорите мне, что я его снес. Ай, он шатается. Он шатается, ребят. Он реально только что пошатался. Мы ему практически снесли левую часть туловища. Я могу его уронить? Просто падай. Нет, не могу, ребята. Он хоть и шатается, но падать не собирается. Офигеть. Тачка оказалась очень крепенькая. И снесла большую часть Железного Человека. Хорошо. Давайте тогда попробуем взять что-нибудь вот такое. Это тачка сейчас с огромным ковшом. Так, давайте его настроим куда-нибудь повыше, наверное, да? Чтобы зацепить как можно больше площади. Ну, вот так получается. Да, хорошо. И берём разгон прямо от фуры. Блин, фура, наверное, его просто собьёт с ног. Чуть-чуть не видно-то так. Ладно, разгоняемся вот так. Хорошо. Примерно наметились. Вот так, отлично. В голову. А, блин, всё, там минус башка, по-моему. Где она? А, вон она рассыпалась. Да, ребята, мы с вами просто оторвали башку у Железного Человека. Какой-то слабенький костюм, знаете, ребят? Ну, он просто ломается практически от всего. Ну, мне это даже нравится. Потому что так можно лучше заценить физику Тердауна. Машина разлетается. Ты видишь, как всё падает. Короче, крутота. Так, теперь нам не хватает, чтобы его добить, чего-нибудь быстренького. Как мне кажется, надо взять какую-нибудь вот такую тачку Субару, да, гоночную, чтобы врезаться на всей скорости и просто снести его с места уже. Это, получается, тоже будет третья тачка. Что, по три тачки, что ли, будет выживать у нас Железный Человек? Ну-ка посмотрим. Разгон, давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Подвесит скорость. Получи. Всё. Как я и обещал, ребята, Железный Человек падает, только падает полностью. Даже ножки его отпали вот эти вот. А, всё. Тачка, кстати, не взорвалась, потому что не упала на бомбу. Чуваки-то застряли. Эй, падайте дальше. Они просто вбились в землю и застряли. А Железный Человек снова выдержал три попадания. И перед тем, как мы приступим к следующему раунду, давай приведём небольшой опросик. Вот я хочу узнать, какого героя ты бы хотел видеть в следующей серии. Пиши обязательно в комменте, какого мы уже испытывали. Соника, Халка, Хагиваги. И вот теперь у нас тут стоит Железный Человек. Вот кого ещё мне испытать. Предлагаю обязательно, чтобы я испытал как можно быстрее в твердавне какого-нибудь нового крутого героя. А также, дружище, ещё один очень важный вопрос. Вот просто очень важный. Какая у тебя любимая машина в реальной жизни? Тоже дай мне знать. Вот у меня, например, Ламборгини Урос. Если ты не знал, вот, теперь знаешь, короче, а какая у тебя? Вот, пиши. Я почитаю. Будет очень интересно. И давай-ка мы уже с тобой будем выбрать какую-то следующую тачку, чтобы время не терять. Так-так-так-так-так. Я не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, давай фуру вот эту краску. Всё, поехали. Я просто не могу, ребята, выбрать тачек так много. Но надо выбирать быстрее. Всё, берём эту красную фуру и врицаемся в красного железного человека на всей скорости. Оу-уч! What the fuck? А почему она его не пробила? Я до последнего верил, что она его пробьёт и он упадёт вниз. Не знаю, она большая прям такая. Но, ребята, мы с вами застреваем вот так вот круто в железном человеке. Ха-ха-ха-ха. Что это вообще такое? Фура продолжает куда-то ехать. Остановись, пожалуйста. Не, реально, не ломай его. Чего ломаешь-то дальше? Фура ломает железного человека, ребят. Он сейчас просто без нашей помощи, короче, упадёт. Надо быстрее брать какую-нибудь тачку, а то мы не успеем в него врезаться. Чё бы взять, чё бы, чё бы, чё бы. Ладно, давайте ещё одну фуру, вот только поменьше. Чё это за фура такая малюсенькая? Ну всё равно так-то большая. Ладно, разгоняемся. Ох, нифига за мост как. Вот это я понимаю. Вторая фура. На подлёте. Давай, удар. Вот так, отлично. Эй! Фат. Что это? Мы оторвали ему ноги. Но по-прежнему стоит на месте. Его прикрыла фура вот эта. Реально, она его просто взяла и прикрыла. Сейчас будет третья тачка. Я хочу взять что-нибудь вот такое. Ни разу не катался на этой машине. Ни одного героя не сбивал. Так, разгоняемся сразу же максимально сильно. Удар! Ух, ничего себе! Вот это я понимаю, блин! Столкновение так столкновение. Вот эта тачка, ребята, меня реально обрадовала. Прям шикарно получилось. Ну интересно, что может сделать Бигфут? Эта машина практически по каждому персонажу у нас забиралась сверху. То есть просто врезается, вот так вот проезжает. Вот и посмотрим, что будет в этот раз. Так, разворачиваемся. И берём разгон. Тоже как можно больше. Блин, какая быстрая тачка. С этим нитро... Её очень тяжело контролировать. Так, назад. Прямо к танку. Отличненько. И поехали вперёд. Так, куда вот фары светят, наши сверху. Ударяемся! О, нет! О, нет! Нет, 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 ребята. Вот это вообще не повезло. Я что-нибудь сломал? Да, вот, сломал. Посмотрите, ребята, какой маленький кусочек. А, ну, здесь ещё нет. Блин, да я не понимаю. Только вот тут, что ли, мы что-то сломали. А почему так получилось-то? Странно, ребята. Бигфут вообще себя не оправдал. Ну, вот о Ламборгини, например, а? Давайте на Ламбе попробуем. Ламба-то вообще быстрая. Она его должна будет проскочить и не заметить даже, как мне кажется. Бигфут прям разочаровал, ребят. Реально. Я думал, что там получше результат получится. Так, назад, 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 назад. Вот так прямо от фуры. Всё, разгон! Давай сразу же пятую передачу. Поехали! Вот так! Ух! Ух-ух-ух! Да, как я и думал. Мы с вами пробиваем его насквозь. Скорость в этой игре всё-таки тащит. Это очень важный показатель для транспорта, который помогает машинам пробивать героев насквозь. Вот. И, значит, что я хочу? Саним Макс Солариум. Лайкенд Рил Дил Алмас. Что? Поехали уже! Хватит себе телевизор тут показывать. Я хочу врезаться на тебе, в Железного Человека. Только если доеду. Фух! Ничего себе, её прям практически переворачивает. Какие-то билборды с рекламой. Я понимаю, да? Ладно, разгоняемся, короче. И удар сейчас будет со всей мощью прямо в туловище. Ам, и всё. Мы с вами застряли. Тачка тоже. Из неё, кстати, какая-то музыка играет. Я только сейчас понял. Лол. Она сейчас будет везде играть? Что? Эй! Так. Хватит. Хватит, я сказал. Всё. Закончили. В шарманку свою играть. Всё равно, ребята, слышу. А, ладно. Для вас всё равно будет это очень тихо. Вы ничего не поймёте даже, но мне прям слышно. Так, берём фуру. Вот такую только, да, уже. Она, кстати, покрупнее, но сзади прицепа нет. Сейчас будет удар. Ух, насквозь пролетаем просто. Машина вылетает вниз. Железный Человек рассыпается. Минус башка там. Да, башка взорвалась. Хорошо, остаётся одна рука, две ноги. Что бы могло добить одну руку и две ноги? Ммм, так, вот этот паровозик может? Нет. Давайте попробуем на паровозике. Ух, я забыл, что он очень сильно дрифтит. Как на тебе ездить-то, блин. Я до сих пор не научился. Ну, это нереально практически. Он просто дрифтит. Ребят, вот, 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 вот. Что это? Что это я влево нажимаю? Почему ты, почему вправо поворачиваешься? Вот, влево колёса. Влево. Право теперь. Всё, теперь прямо. И он, блин, да он всё равно влево поворачивает. Так, ладно, я, короче, ребята, уже что смогу, то и сделаю. Ой, это самая тупая тачка в Тирдаун. Просто кек. А, хорошо, давайте возьмём вот эту красненькую. Ещё одну с лодочкой. А, лодку потеряли. Ладно, ничего страшного. Нам всё равно она не нужна. Нам нужно просто сбить Железного Человека уже до конца. Да куда ты насквозь того пролетаешь? Я понимаю, что это быстрая тачка. Ух ты. А там... Тут конец карты. Я только сейчас узнал. Ничего себе. Вот это сюрприз. Короче, от Железного Человека остаются только ноги. Мы его полностью сбили сверху. Вот, всё валяется на земле. И я думаю, время испытывать что-нибудь очень тяжёлое. И начнём, как всегда, мы с вами с БТРа. Это моя первая любимая военная техника. Вообще, военная техника в этой игре моя самая любимая техника. И вот БТР входит в их число. Тачка хорошая. Посмотрим, как она сможет пробить нашего Железного Человека. Так, танк там у нас всё. Поехали. Разгон. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Набираем. Удар. Чего? Я бы не понял. Это... Это что за позор-то был только что? БТР. Я же... Я же на тебя такие надежды возлагал. Как это произошло вообще, ребят? Иногда непонятно, как здесь вообще работает техника. Какая-то нормально взрывает. Какая-то нет. Нет, я вот сам не понимаю, если честно. Давайте возьмём эту тачку с пулемётом. Хотя это такая-то военная техника. Не знаю, это же чья она. Ну, ударяемся. Ну вот, ей даже пробили. А БТРом нет. Я не знаю, может там у Железного Человека как-то укреплено по бокам. Какой-то утолщённой бронёй. Может, может. Поэтому мы не пробили. Хотя, честно говоря, ребят, я в этом сомневаюсь. Вот. Давайте возьмём огромный вот такой вот строительный бульдозер. Что это? Экскаватор, да, получается? Ух! Ничего себе, я могу просто подняться на нём. Так, нацелимся примерно... Ух! На голову! Хотел сказать. Чтобы бошку снести, когда ударимся Железному Человеку. Вот. Вот так. Отлично. Всё, поехали. Так, немножко надо пониже опустить. А то я могу ничего не задеть. Ау! Ух! О, Железный Человек! Мы его развернули! Давай. Давай! Падай! Падай! Падай, говорю! Ах, вот-вот-вот-вот-вот гадина какая, ладно? Давайте что-нибудь возьмём ещё. Что-нибудь из военного. Так. Ну вот такую тачку, например. Почему не упал-то? Я его развернул так сильно. Так. Тут даже можно сильно-то не ударяться, наверное, да? Просто вот так вот. Бабах! Всё, небольшое движение. И чё? И чё? Почему он держится? Ребята, я не понимаю, короче. Это самый живучий Железный Человек из сегодняшней серии. Кто у нас? Третий, четвёртый получается, да? И всё равно живёт. Офигеть. Ладно. Так. Давай попробуем вот эту машинку. Я её тоже ни разу не брал. Сейчас испытаем. Ох. Прости. Машинка, я не хотел тебя ударить. И вас тоже! Все простите! Я просто не знаю, как им управлять. Ахахаха. Ну что это вообще? Почему она так странно ездит? Ох. Давай, разгон. Разгон! Всё, вперёд. Все вот эти машины, которые странные, из двух частей состоят, ими очень тяжело управлять. Да блин! Давай. Вот. Да как разогнаться-то на нём? Давай! Я сказал, едь уже! А, блин! Не в ту сторону. Вот теперь в ту. Но всё равно не в ту! Давай удар! Я немножко прошёл его, задел, но, ребята, Железный Человек держится. Возьмём тачку с генератором, он хотя бы взорваться может. Вот. Ну, наконец-то. Мы взорвались. Снесли половину туловища нашему Железному Человеку, но он по-прежнему не падает на землю. Я не знаю уже, что происходит. Может, он сломался, может, это баг какой-то. Если его сейчас эта фура не добьёт, я просто офигею. Только если мы сейчас не развалимся по пути на этой фуре, а то она уже начинает переворачиваться как будто. Так. Разгон. Давай. Прям в него. Прям в него! Получи! Вот так тебе! Блин! Вот такой Железный Человек нам попался. Теперь падает тоже вниз. Вот туда. Отлично. Наконец-то. Я уже думал, всё, ребята, забаговали мы с вами этого Железного Человека. Но нет, он падает. Фух. Мне прям аж легче стало. Ладно, погнали дальше. И, о, да, я могу уже испытать, наконец-таки, нашу артиллерию. Я уже давно хотел чего-нибудь пострелять по этому Железному Человеку. Давайте попробуем из артиллерии. Так, наводимся. Вот примерно вот так вот. Давай, сразу же один залп. Пока что его хватит. Оу! Его прям зашатало, ребята. Прям зашатало. Так, а если ещё разочек? Давай вот так вот от первого лица. Наводимся. Всё. Вылазим и смотрим, как это будет выглядеть. Ух! Блин! Офигеть! Обожаю строить в этой игре. Реально обожаю. Добавили бы сюда ещё какое-нибудь крутое вот такое оружие. Ну, машины, транспорт, я имею в виду. С пушками. Было бы вообще офигительно. Ну, короче, ребята, ломается он прям хорошо при помощи этой артиллерии. Я думаю, что там, если мы выстрелим с танка, то Железный Человек просто сразу же отлетит. Судя по всему. Минус башка, понял. Так, давай ещё разочек. Только сразу же два раза запустим наши ракетки. Всё. Готово. Оу! Ну вот теперь капитально, ребята. Мы с вами сносим его. Сколько залпов получилось? Примерно 5, 6, 7. Ну, где-то вот столько, наверное. И Железный Человек полностью рассыпан. Вообще, если этой артой не мазать, то есть, если прям попасть всеми ракетами в цель, то, мне кажется, сразу же будет противник уничтожен. Да, любой герой, на мой взгляд. Но теперь, ребята, самое интересное. У нас остаётся вот такая вот штука с огромнейшей пушкой, которую невозможно сломать просто. Этот танк способен уничтожить абсолютно всё. Посмотрим, как он справится с Железным Человеком. Фух, я вот прям чувствую, что это будет один выстрел. Не знаю, у меня такое вот, ребята, прям ощущение. Подъезжаем поближе, чтобы нацелиться. Вот так, отличненько. Вы на прицеле, Железный Человек, сдавайтесь. Или вам ГГ? Не сдаётся, руки не поднимает. Стреляем. Вот так. О! Что? Он выжил! Не может быть! Мы ему тут всё просто разломали. Офигеть. Геть. Ребята, он не выжил. Он не выжил. Он падает. Он разваливается. Ец. Давай, 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 давай. Ещё чуть-чуть. Блин. Немного не хватило. Костюм не развалился полностью. Ммм. Капец. Ладно. Тогда сейчас мы с вами сделаем другое кое-что. Мы возьмём разгончик и просто ударимся в него. Ну, вы поняли, да? Что танк уничтожает вообще запросто любого персонажа. Так, поехали. Сейчас будет такой удар, что всё сразу же слетится. Уху-ху-ху-ху. Ребята, он просто полетел вниз. А вон танк у нас, кстати. А ему пофиг, если что. Ну, он до сих пор, если что, будет управляться. Вот, как вы видите, он едет. До сих пор спокойно. Ну, не стреляет только. Стреляет! Он стреляет, ребят. Он, да, стреляет. Он это делает. Офигеть. Бессмертная техника. Даже прочнее железного человека. А от железного человека, как всегда, остались только одни ноги. Ну, что ж, ребята. Я надеюсь, что эта серия в игре Тирдаун вам понравилась. Если это так, не забудьте обязательно поставить лайкосик под этим роликом. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также не забывайте писать, какого следующего героя мне протестировать в Тирдауне. Ну, что ж, ребята. Заглядывайте также в мой Телеграм. Всем, как всегда, желаю удачи. Не болейте хороших вам отметок, оценок. Короче, всего самого хорошего. Всем пока-пока-пока. Пока.